Всем привет! Я жива. Может, не совсем здорова, но жива. В общем, иду по своим делам. Сейчас расскажу. Я с вами только поздоровится. Еще раз привет! Иду, надо с подругой встретиться. Там она заказала кофе нам, то, что я беру. Я все время забываю, как оно называется. Я уже неоднократно его показывала. Мужчина привозит в Польшу или откуда, я не знаю. В общем, дешевле продает. А нам какая разница? Ничего не болит. Не, ну почка побаливает, конечно, вот так, чуть-чуть. А так слабость. Я вчера спала целый день. Тупо спала. Отварила им пельмени, больше ничего не готовила. И сама тоже на чем питалась. Ну, я то показывала. Вечером еще ела даже бутерброды с медом и белый хлеб. А на весы стало, аж самой страшно стало. 79,400. Вот это я дожилась. Уже у меня показали весы 79. Ну, я понимаю, что это, пока я болею, они потом будут больше веса. Но сам факт, я увидела цифру 79. Я ее не видела. Ой, мама дорогая. Вот 30 лет, 35 даже не знаю. Ой, уже автобус поехал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Надо бежать. Что-то я иду так медленно. Вот. В общем, еду по кофе. Ну, была еще одна причина. В субботу, когда была вечеринка, был еще один праздник. Профессиональный день фармацевта. И мы вчера хотели с подругой отметить. Она тоже фармацевта. Ну, так как я заболела, не получилось. Ну, вряд ли сегодня мы будем отмечать. Ну, в кафе, конечно, зайдем. Мы отмечать не будем. Ну, в общем, девочки, я побежала. Чтоб не хайкать вам тут. Побежала. Автобус уже проехала. Все нормально. Я успела водить. И стоит курить. Вот. Ехать недалеко. Я сейчас еще на один автобус. И буду ехать, наверное, часа полтора. У нас город очень длинный. Я напоминаю. В общем, другую часть города. Одиннадцать часов. Я на месте. Не было как снять. Вышла с автобуса с его. И как раз подошел тот, который едет сюда далеко. Татьяна где-то едет, сказала, подожди. Уже тоже близко. Вот такой район здесь. Вот такой район. Тоже старый район. Город у нас очень большой. Сейчас посижу на остановке. Ее подожду. Она говорила. Пойди посмотри, где тут какое кафе. Что-то не вижу. Тут ни одного кафе. Чтоб попить кофе. Что-то перекусить. Вот такой. Буду сидеть на остановке. Ее ждать. А вон и моя красопеда вышла с автобуса. Всем машет. Здрасте. Привет, дорогая. Привет. Привет. Это тепленькая курточка. Ты сказала отца. Не, я сказала, что она не такая, как пальто, но теплая. А когда мы идем? Туда? Сюда. Ну и что, сейчас поднимемся, куда мы идем. Ну, в общем, мы встретились. Идем по своим делам. Все. Мы с Татьяной скупились. Ну, кофеек. Что я вас спрашиваю, как называется. Еще раз показываю. Лаваза, но разные эти. Да, ну разные мы купили. И синяя, и красная, и вот такое. Теперь хватит мне его надолго. Лаваза я купила. Да. Понятно. А сейчас пойдем, найдем где-то кафе, посидим, пообщаемся, погреемся, потому что холодно. Вот. Отдохнем. Говорится, так прямо холодно. Ну, не жарко, по крайней мере. А тут, видите, какие деревья, прямо как в лесу, такие столетние. А что нет, видно, что прямо такие заросли. Ну, вот такой все палац культуры центральный. Ну, в каждом районе есть свой дворец культуры. Здесь вот такой. И он не один. Там же дальше еще, да, вот тут есть. Классно, куда она. А тут еще гостиница центральная. Трех дворец. Да, гостиница. Ласкаво просим. Но нам не надо. У нас есть где ночевать. Ищем где посидеть, кофейку пряпнуть. А елочки какие-то красивые. Да, елочки красивые. И ухоженный район. Приятный такой. Приятный райончик. Ухоженный. У нас вообще в городе неплохо. Много зелени. И там я ехала почти всю дорогу ремонтируют трубы. Ведут какие-то новые трубы. И это, скажем, столбы новые ставят. Освещение на дорогу новое. Вот видите. Все ухожено. Газончик подстрижен. Все как положено. А он вот ушел. Вроде что там написано. Не пойму. Ну ладно. А тут вот парк. Такой. Я бы даже сядю. Да, тут парков. Там же речка дальше идет. Там вообще и пляж. И все там очень ухожено. Но мы туда ж не пойдем. Хорошо. Показала вам немного район. Такой. Красивый. Так. Мы уже приехали еще в один район города. Это район называется Кресс. Но тут есть тоже кафе. Вот. Сейчас мы найдем таки. Там мы заходили. Была там пицца. Но пиццу мы не захотели. Сейчас что-то придумаем. Так. Катаемся по городу. Экскурсия вам сегодня. Девочки, мы еще в поиске. Да, красивый гляньте сыни. 27,90. Яблоки 24, перец 19,90. Норковка 12,90. Огурцы уже 20 гривен. В общем, такие цены. А мы еще в поиске. Кафе. Есть кафе, но нам что-то то не устраивает. То сидение нам твердое. То запах нам не такой. Вредни мы. Баловани. Да, баловани. И все, бабулечки сидят. Тут идет дальше частный сектор. И вот бабулечки сидят, торгуют. А что, тоже занятие. Что и торгуешь, и общаешься сразу. Видите? И торгуют, и общаются. Это все, как это все. Это все, как это все. Видите, какими мы дебрями идем. Пытаемся. Почему дебрями? Ну, так выглядит. Так выглядит. Это насаждение, детская площадка. Ой. Это только мы можем так лазить, искать. Конечно. Это, считается, детская площадка. Видите? Мне еще надо отсюда и домой уехать. Там же летом красиво. Одна кафе, там розы, розы, розы. Там такая красота. Ну, я вам хочу сказать, вот тут хоть оно так вроде как бы смотрится не очень. Но вот кто тут живет, тут хорошо. И до остановки недалеко. И тихо, спокойно. Дальше идет частный сектор. Тоже думаю, что тут неплохо тому, кто живет. Наконец-то мы остановились. И это нам надо было пройти. Мы с этого места не захотели зайти. И обошли, как говорится, и Крым, и Рим. Но это мы только с Татьяной так можем. Заказали себе американам. Заказали себе покушать. Тань, все только мы так можем. Главное не зайти сюда, обойти круг и вернуться на это место. И тут заказывать. Это шли, как лазить. Так вот сразу зайки. Нет. Ну. Вот так вот. Приехала на свою конечную остановку. Иду через переход. У меня есть 10 минут. Сейчас быстренько куплю. Можем сигареты. Может, если успею, я куплю еще что-нибудь. И домой. Как-то неудобно мне сейчас. Приехала на конечную, нагрузилась опять за плечами. Сумка. В руках сумка. Ну, кофе ж там. То колбасу, то сигареты, то купила батон белый, то селедку. В общем, короче, скупила все чуть-чуть. Иду домой. Приехала. Хотела еще раз рассказать еще одну сказку вам. У меня сегодня ехала в автобусе. Такое наблюдение интересное смотрела. Как говорится, дети нам показывают пример. Что значит, вот всегда говорят, поставьте себе цель и выполняйте ее. Ну, цель это одно. Нужно знать, что ты хочешь. Мы не всегда знаем, что мы хотим. Вот сегодня было такое интересное наблюдение у меня. Значит, ехала в автобусе. Зашла мама с ребенком. Ну, ребенок, еще раз говорят, не умел. Я не знаю, сколько ему было там год. Может, чуть-чуть больше. Вот, не знаю, умеет он ходить или нет. В общем, на руках его занесли. Села она возле меня. А ребенок начал капризничать, показывать пальцем, что он хочет именно на другую сторону, на сидение возле окна. Ну, и женщина, которая сидела там, уступила место. Она поняла, что он хочет. И мама там села, ребенок успокоился. В общем, все хорошо. Ну, что я хотела сказать. Что вот дети маленькие. Он знал, что он хотел. Он знал, он показал. И добился этого своим путем. Но я просто хочу сказать, что маленькие дети и то знают, что они хотят. А мы, когда уже становимся взрослыми, мы часто не знаем. Вот так же и с похудением. Мы как будто бы хотим похудеть. Ну, это, ну, как вам сказать. Это не окончательно, так сказать, да. Вот мы вроде как бы поставили цель. Ну, хорошо было бы этой цели достигнуть. А вот хотим мы этого или не хотим, у нас нету вот такой уверенности в себе, что да, я именно вот хочу этого. Мне сегодня этот случай с ребенком, вот как-то провелись в параллели между тем, и как ты хочешь, и как ты добиваешься цели. Ну, многие могут сказать, что вот нельзя потакать ребенку, что мало ли что он хочет. А я думаю наоборот. Нельзя убивать у ребенка то, что когда он вырастет, чтобы он мог добиваться всего того, чего он хочет. Потому что если каждый раз, как мы, знаете, как наши родители, а что скажут люди, а что скажут люди. И все время так оглядываться на людей. Нужно оглядываться на себя, а не на людей. И часто потом у нас получается в жизни, что мы все время оглядываемся, не делаем то, чего хотим. Вот так вот. Ну, в общем, похудение это то же самое. Нужно захотеть. Именно захотеть. Неважно, там, какое питание, там, зарядка. А именно наше желание. Не если бы, хорошо было бы, а вот я хочу. Это мое окончательное решение, потому что я этого хочу. Тогда все получится. Не зря живет. Кто стучит, тому открывает. Вот как и ребенок. Стучал, ему открыли. Его пересадили, и он счастливо ехал всю дорогу. Смотрел в окно. Так, вот такие сегодня у меня рассуждения. Опять вам наговорила целую кучу. Ой, как я себя чувствую. Я сама не знаю. Ни хорошо, ни плохо. Какое-то состояние у меня неопределенное. Может, обострение какие-то. Осень все-таки. Весной, помните, мне тоже было. Вроде как бы от лопуха. А может и не от лопуха. Просто весеннее обострение. А сейчас осеннее обострение. Не знаю. Ну, в общем, такое какое-то состояние. Не очень хорошее. Ну, так-то разговорами вы меня и привели почти к моему дому. Помните, я вам показывала грушу? Ни одной. Все, сезон закончился. У нас еще не закончился. У нас только начинается. У нас зимняя груша. Аж две. Поэтому у нас груш достаточно. Теперь их нужно что посушить, что положить. Но те, что мы положим, вряд ли кто их будет есть. Ну, я, может, чуть-чуть. А у нас, вон, работают люди. Стоит машина. Хорошо, спасибо, что провели. Я почти дома. Ого. Да.